Я думаю, что нам не хватило опыта и уровня мастерства. Ну, опять же, это, наверное, зависит от опыта. Потому что, ну, у нас тоже неплохие мальчишки есть, но опыт это, тем более в финале, ну, дорогого стоит. Привет! СКА-1946 ведет серии против Красной Армии 3.1. И очень обидно, что руководство московского клуба не отпустило в молодежку Мингачева и Грудинина. Оба в КХЛ за последние два матча вместе не провели более двух минут. Сами отдают титул. Матч Зенита-Ланья на Матч ТВ вместо хоккея – это очень смешно. Настоящее шоу было в Магнитогорске. Красивый такой зрелищный хоккей. Я думал, что ЦСКА не умеет в такое играть, но это, наверное, то, что у Сталина, да? Не, не устали. Не умеем, да, во-первых. Но мы сегодня у него проиграли в этот красивый хоккей. Ну, можно оставить такой вот хоккей до конца в финальной серии? Не знаю. Нам нужно покортилить свою игру, прежде всего, чтобы в такие качели не играть. Металург выиграл второй матч в финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА 6-4 и сравнял счет в противостоянии. Эту игру не показывали на общедоступном канале «Предпочтлив футбол». Серьезный удар не только по болельщикам, но и по тем, кто сосредоточенно размышляет, как сделать хоккей более популярным. Такие матчи, безусловно, надо показывать, чтобы их увидели как можно больше людей. Праздник, а не игра. Вечером мы летели в Москву с арбитрами, и они признавали, что был тот редкий случай, когда и они получали удовольствие от хоккея. Никаких подлых поступков, откровенной грубости, симуляций. Все сосредоточены на том, чтобы показать лучшие качества. Странно, правда, что на послематчевой пресс-конференции Илью Воробьева стали тревожить футбольными вопросами, мол, Металург, как бразильцы играют. Сравнивать глупо, у его команды собственный стиль, футболисты не выдержали бы. Вспомните, что в этом плей-офф шайбы головой останавливали практически все защитники уральцев. Посмотрел бы я на спортсменов из другого вида спорта после таких ударов. ЦСКА немного удивил тем, что сыграл не так строго, как обычно, но и упрекнуть никого нельзя. Да, слабо отработали Дицы, Киселевич, это ожидаемо. У парней за спиной семиматчевая серия против СКА. На дворе конец апреля, трудно сохранять концентрацию. Радует, что прошло два матча, а никто понятия не имеет. Как все закончится. Такой финал прекрасен, и его стоит показывать на центральных, общедоступных каналах. Просто начали в их игру вот эту играть, бразильскую, как все говорят. Отошли от своей немного. Первой игры. Первая ужасная была, а сегодня мы веселились. Нет, для нас первая хорошая была. Нет, она ужасная была, по качеству. Важнейшая новость из НХЛ. Александр Радулов не может поразить чужие ворота на протяжении 14 матчей. Но в Казани, куда его сватают, все изменится. Там либо вилкой в глаз, либо другое наказание. Спартак продлил контракт с нападающим Ильей Талалуевым. В прошлом сезоне он чаще всего выступал за химик. А если бы играл в Спартаке, то попал бы в сборную. Объявлен состав национальной команды на два матча в Туле и турнир в Санкт-Петербурге. Напомним, что действующий главный тренер Алексей Жамнов отказался участвовать в этом мероприятии, так как не видит смысла. И его можно понять. Чемпионат мира мы пропускаем, соперников серьезных не увидим. Зачем собираться? Судя по тому, кого позвали, решено посмотреть вообще всех, кто виной ситуации, может быть даже не попал и в олимпийскую сборную. Наверное, это скорее даст эмоциональный толчок ребятам. Для них же уже не имеет значения, что играют на интерес. Вызвали? Сначала о тех, кого вообще не ждали увидеть. Вратарь Вячеслав Пекста выступал за Ирбис, и нельзя сказать, что у него был стабильный сезон. Иногда он, конечно, показывал невероятный хоккей, но в МХЛ есть голкипера сильней. Удивило приглашение защитника Егора Брютова. Вообще непонятно, почему именно он. Хоккеист, который проводит последний сезон в молодежке, сыграл за Красную Армию 34 матча, а в ВХЛ всего 19. То есть он даже на взрослый уровень в системе не проходит. Тогда уж можно было бы попробовать Никиту Олейника. То же самое касается и форвардов. Пригласили Егора Кузьминова из Красной Армии, но нет Ярослава Лихачева из ЛОКа. Оба бомбардировали МХЛ, но Ярославец провел яркую концовку сезона, а нападающая система ЦСКА чуть топчется на месте. Вопросов по составу вообще много, но эти фамилии бросились в глаза. Помогать Сергею Зубову будет Андрей Разин, и тренер Северсталя очень рад, что поедет в Тулу и Санкт-Петербург. В финале высшей хоккейной лиги Питерская Динамо показала зубы и разгромила Рубин 6-2. Но счет в серии 2-1 в пользу тюменцев. И сегодня вечером уже что-то может измениться. И последнее. ФСБ в Уфе задержало человека, который по версии следствия снабжал военными билетами хоккеистов Салавата Юлаева. Это очень серьезный удар по молодежке башкетского клуба. Вероятно, в следующем сезоне там будут играть одни школьники. До свидания. Ну, нет, если нет. Так что, ну, намекни там, ладно? Ладно.